МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой выставке представлено многообразие первоцветов. Конечно же, акцент сделан на декоративной культуре, но, тем не менее, можно увидеть и более редкие, которые в том числе произрастают в природе. Это мероприятие имеет и большую экологическую направленность. Экологический смысл выставки еще и в том, чтобы полюбоваться живыми, а не срезанными цветами, запечатлеть их красоту на фото. Уже в первые дни работы число посетителей превысило 2000 человек. Поток гостей не убывает и в будние дни. Оранжереи превратились в настоящий таинственный сад, в котором растут как привычные растения, так и уникальные сорта. Увеличилась площадь у нас теплиц. То есть, если у нас в том году была она одна тепличка экспедиционная, в этом году мы сделали две. То есть, чтобы максимально большое количество людей нас посетило, и было более-менее комфортно перемещаться, наслаждаться и увидеть всю красоту. Разнообразие большое. От простых до самых непростых. Махровые у нас представлены тюльпаны, бахромчатые их еще называют, которые в огороде обычно сложно вырастить. То есть, это очень эксклюзивный цветок. Многие жители Волгограда и Волжского приходят в ботанический сад каждый сезон. И выставка первоцветов стала для горожан уже доброй традицией. Хрупкая и яркая красота непохожих друг на друга цветов не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Ежегодно приезжаем на данное мероприятие в ботаническом саду. Прекрасные первоцветы. Также бывают и осенью хризантемы. Постоянно посещаем ботанический сад. Любимый цветок – это тюльпаны. Их столько видов, и они такие красочные, что просто невероятно прекрасное впечатление от посещения данного мероприятия. Очутиться среди настоящей цветущей весны в этот снежный и морозный февраль можно будет до воскресенья 19 февраля. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».